Сердце открыто, оно свободно Ради чего ты вернулась? Кофе, круассаны, Эйфелева башня, моя любимая просто Даже что ты не можешь, ты готов это сделать Надежда всегда умирает последней И тут я такая, нет, я не сдамся Мне сказали, что без операции тебе нельзя Ты борешься сама с собой, вот Хочешь, не хочешь, надо идти на работу Я хочу бросить Я Елена Еремина Всем привет, и сегодня я дам свое интервью Я отвечу на вопросы, которые задаст мне Лера Надеюсь, будет интересно, может быть что-то новое узнаете обо мне Давай, всем интересно, кто привел тебя вообще в гимнастику Как начался твой путь Три года я пошла на художественную гимнастику Там я отходила три месяца Мне сказали, что я жирная И мне сказали, а мы с мамой шли на тренировку с мороженым И нас по пути встретил тренер И она такая Деточка, тебе не мороженое есть, надо охудеть И все, мы ушли И потом мой первый тренер набирал отбор в садиках И меня пригласили туда, на спортивную гимнастику И все, у меня что-то начало все получаться, получаться, получаться и все, и осталось А мама не хотела мне спортивную давать А почему? Потому что она занималась спортивной Чуть-чуть совсем для себя И она такая, не, это очень тяжело Не отдам девочку свою спортивную гимнастику Отдала в художественную А почему она в итоге отдала тебе все это? Потому что у меня начало получаться А тебе сама нравилась? Понакатанной А я не помню Я вообще не помню это время Ну, у меня было всегда такое Если меня водят, значит надо А когда выросла, уже не хотелось бросить? Вот сама, вот уже когда в осознанном возрасте У меня был один момент такой В жизни, когда я сказала маме Только маме, что я хочу бросить Один раз в жизни я такое сказала Что это бы поспособствовало? Была просто дикая черная полоса Были какие-то соревнования Пересросили, что-то такое Ты еще достаточно маленькая была Лет 10-11, да? Да, может 12 И я очень плохо выступила Меня очень сильно ругались И все, и каждая тренировка была вот просто черным пятном Я уже устала, устала от этого И вот я сказала маме Помню один раз Она сказала, что тогда О чем ты будешь заниматься? Танцы? Говорит Броссование? И чего? И все И я даже обиделась тогда, помню Такой поддержки не было Ну а вот ты не думала сказать маме? Ты же сама не хотела там Меня отдавать в гимнастику Знаешь, насколько это тяжело? Ну в детстве я такое вообще не могла сказать Ну а вот потом, когда уже успела А потом уже... Когда вот она тебя не поддержала Сказать тебе Ну это было вот лет в 12 Это Вот Я тогда не могла сказать ничего А потом уже, когда, естественно, постарше Уже тоже черные полосы и все такое Но я всегда к этому подходила, что надо Я не знаю, вот я бывала просто адовые тренировки А я понимаю, что я не хочу А я понимаю, что надо И я не могу не прийти на тренировку Как бы плохо и она не закончилась Сейчас это у тебя, грубо говоря, уже как работа Да Профессиональная работа, как люди работают Да Так у тебя Хочешь, не хочешь, надо идти на работу А чем бы ты хотела заниматься, вот если бы не спортивная гимнастика? Ну спорт, мне кажется, у меня бы пошел плавание Именно нравится и, возможно, может быть, даже прыжки какие-нибудь в воду До стопудов танцы бы пошла Может быть, рисованием занималась Потому что тоже неплохо рисую Что вообще дала тебе гимнастика? Наверное, мне кажется, спорт жестко характер ставит все-таки Какой бы он ни был, а спорт идет против твоего характера И ты борешься с этим Ты борешься сама собой, вот Тебе это закаляет? Меня это бесит Меня это бесит Потому что я ненавижу, когда идут против меня А спорт идет против меня И тут такая жесткая борьба, конечно, идет Плюсы, в первую очередь, характер ставят Дисциплина Потому что, не знаю, я встречала вот даже тех же одноклассников Каких-нибудь сверстников У них вообще нет дисциплины Ты смотришь на них, ну как так можно? А у тебя просто стержень такой По жизни, мне кажется, легче Мне кажется, за 18 лет Столько прошли в спорте Таких ситуаций То в жизни ты потом Некоторые плачут, там лежат А ты думаешь, это фигня просто Сразу раскрываешь людей Для меня это прям вот в спорте Я прям, люди раскрываются такие, какие они есть Сложные ситуации Где нужно быстро решить вопрос И все, и ты сразу увидишь человека Как он реагирует Что нужно сделать Ну вот, мне так кажется Минусы Здоровье Это главный минус, мне кажется В большом спорте Какие у тебя были травмы? Для тебя самые серьезные Спина, конечно Одна такая самая вот Да У меня было много травм Но самое главное Это спина Можно сказать, конечно Потеря времени Ну, не потеря времени А отречен от мира Обычного Спорт это другой мир Да, спорт это вообще другой мир Но я не назвала бы это тоже минусом Потому что у тебя другой мир Все же он есть Но он другой И он тоже крутой отчасти А расскажи про спину Как ты пережила вообще операцию? Как ты решилась на операцию? Ну, это все Тикамутину, которая была Вот это год перед миром Что болела спина А потом, когда мне доктор сказал Давайте сделаем МРТ Мне сказали, что без операции тебе нельзя И тут я такая Бац Да нет Я думаю, да как? Да нет, наверное, можно Потом я прошла всех врачей Москвы И всех врачей Питера И мне каждый поголовно сказал Без операции никак А до этого у тебя не было операции? Я думала, никогда в жизни Там у кого-то операция Там на пятки На ахилы На кисти Я думаю, у меня никогда не будет операции Это как уж надо так упасть Или что же нужно такое сделать, чтобы операция была Я потом сказала, что никогда не говори никогда Был разрушен диск И нестабилизация позвонков Мне заменили диск И поставили 4 шурупа Все нормально А так вот после операции Ты себя чувствовала до операции? Где тебе ее делали? Да, делали мне в Германии В Мюнхене До операции никак себя не чувствовала Ты очень переживала? Я помню эту неделю В Германии Я тогда уже вот только неделю Это не тренировалась Но все остальное время Я тренировалась Я поехала с тренером С Иройсиной И мы, я помню, гуляли Но я не могла гулять Больше двух часов Ходить Мне было больно лежать Ходить Вообще все Было больно Мне ныла спина Но мы что-то ходили Гуляли по врачам Два дня выходных было А ты с врачами Прости, перебью Общалась по-английски, да? Нет, у нас был переводчик А потом два дня выходных И нам такие в пятницу Ну, в понедельник Приходите в 7 утра Ты первая будешь На операции идти Вечер с воскресенья Я смотрю фильм какой-то Про обезьян Завтра операция такая Ладно Утром встала Мы с Иройсиной поехали Спокойненько приехали Палаты не было свободной Мне там комнатку завезли Сережках жить нельзя На операцию А мои сережки Не снимались И мне пришла Весь сестра С плоскогубцами Снимать эти мои сережки Они мне такие Ладно, все Я была набираться В этих сережках Вот когда я легла Уже на кровать Когда меня повезли Вот этот момент Я помню А я лежу И понимаю Зачем меня везут Я могу же ходить Вот в этот момент У меня были мысли Может не надо операцию Но я же хожу Самое главное же ходить Говорю Вот если бы я не ходила Тогда я бы могла В этот момент Просто я такая Блин, может не делать Вот так одна мысль была Почему я? Я же могу дойти До операционного У этого стола Почему меня везут? Привезли меня А со мной только Мой тренер Веросина И переводчик В этот момент Я лежу и понимаю Веросина для меня Близкий человек Но все равно Не настолько Я такая лежу И думаю Я одна Без родителей Даже рядом нет Вот Место Передоперационное Где готовят тебя И все И там я понимаю Что даже на русском Не поговорить Типа Мне спрашивают все На английском Где я вообще? Почему я говорю На английском? Мне спрашивают Мое самочувствие Я должна еще с ними Как-то переговаривать На английском На меня ставят Эти датчики И тут я такая Нет Я не сдамся Я не поддамся Наркозу И я чувствую Как у меня Немеют ноги Руки Я такая Нет, нет, нет И все Я вырубилась Не помню И потом я уже проснулась Реанимации Потом только Второй раз Я проснулась Уже в комнате В палате Но я одна была В росте не было Тогда нет Тогда я почувствовала Полное одиночество Я плакала Я вот так просыпаюсь Мне вообще Я спала очень долго Веросина пришла Только потом На несколько часов Мне так было Одиноко Грустно У меня еще болела Адская спина Я думаю Ну нафига Я сделала эту операцию Еще хуже Я не могу двигаться Почему я лежу Почему я ничего не могу Меня все так бесило Я так лежала Два дня При смерти Наверное Это было реально При смерти Вот только Веросина меня видела Она может это подтвердить Я плакала эти два дня Я помню Я прям плакала Ты плохо была Да, потому что Не было вайфая Я к тому, что Написать я никому не могла Просто никому Ни маме даже не могла Денег на телефоне Тоже не было Ну надо было попросить Чтобы меня закинули И я лежу просто Вот так Смотрю в потолок Не могу пошевелить Ничем Мне очень ужасно Плохо было Я просто Я рыдала А вот потом Все, ты уже переехала Восстановление Как у тебя проходило? Мне через 4 дня Уже стало лучше Я почувствовала Какую-то уверенность Я уже начала ходить В принципе Восстановление дальше Ты же сейчас уже Тренируешься Да Полную силу почти Да, но У меня становление Было диким, конечно Да, я начинала Просто с нуля Заново все Начинаешь ходить заново Также в гимнастике Я начинала ходить заново Это было ужасно Я не могла сопоставить Этот факт Что я 3 месяца назад Сделала это Даже не задумываясь А сейчас я просто Не могу сделать Подъем разгибов Это было ужасно Это было максимально ужасно И тот момент Что мне надо было Восстановиться Быстрее и быстрее Честно, я тогда Помню Вот июнь где-то Был уже Через 3-4 месяца Я думала Что я не смогу Восстановить то Что я делаю сейчас Я пускала руки уже Не то, что пускала Но я думала Такая, окей Я попробую Я такая Нет, я Как? Я не смогу Я не смогу Восстановить То, что я сейчас Вот сейчас даже Делаю В данный момент Да, в данный момент А кто тебе может Помогал Как-то поддерживал Родители, друзья, тренеры Друзья Меня поддерживали друзья И, наверное, Веросина Помогали тебе Да В этом плане Ты смотришь Что все у тебя получится Нет, конечно Родители тоже поддерживали Но Но ты довольна сейчас То, что ты делаешь То, что как-то И восстановилась Я только сейчас Начинаю понимать Что нужно быть Этим довольным Потому что В декабре Я поняла Что я себя обесценила Просто на максималках Ну, настолько Вот свой труд Себя обесценила Что вообще То, что я делала Ничего я считала А потом только поняла Блин, Лен Камон Ты думала, что ты не восстановишься Вообще Сейчас ты вот это делаешь И даже на каких-то соревнованиях Ты занимаешь места А дальше Какие планы Вот на будущее Чемпионат России 20 марта Жди меня Ну, чемпионат России Дальше Больше Дальше как пойдет Просто планируешь Хотелось бы Чемпионат России Потом, может быть, какие-то соревнования будут Естественно, тренироваться Стараться прибавлять Насколько я могу Все вот сейчас говорят Олимпиада Олимпиада Олимпиада, да Олимпиада В Токио, да? Нет, для тебя Ну, Надежда умирает последней Я могу сказать Надежда всегда умирает последней Я буду верить до конца И именно Да, именно до Олимпийских игр Я буду тренироваться Именно вот стараться Прямо прибавлять Как я могу И да И быть прям до последнего дня готовым Потому что случится может все Конечно Это прям Это спорт Это Я была на таких моментах Когда надо было срочно поехать А потом Буду самореализоваться Потом больше займусь Но именно после Олимпиады Уже надо будет заниматься Головой Больше Не закончу гимнастику Естественно Как-то надо будет думать о будущем Уже После То, что после гимнастики Да А что ты будешь делать после гимнастики? Все равно же есть какие-то Ой, да У меня прям вообще Я когда начинаю думать Мне прям так хочется уже Пастрее заняться этим Надо закончить универ Надо закончить универ Для начала это хорошо Но чтобы закончить универ Надо тренироваться Я хочу прям английский Заняться так, чтобы сдать экзамен Международный После него можно учиться за границей Вот в идеале поехать За границей учиться Чтобы язык совершенствовать Прямо на сто процентов И заодно учиться В какой именно деятельности Я не знаю Еще есть время подумать Может быть не второе высшее Но какое-то образование Именно за границей Да Это может быть и та же Америка будет Или Англия Расскажи нам Самые важные И значимые для тебя соревнования Ну я могу назвать Это первенство Европы И чемпионат мира То есть первенство Европы Это прям самые первые Твои большие Детские соревнования Да, это самые первые В 16-м году Мне было 14 лет Я выиграла первенство Европы Вот тогда Да Вот тогда я поняла Что такое Большой спорт А что тебе вот запомнилось Твое первое соревнование На большом помосте Мы пришли Вот с нашей командой Вы же вообще маленькие были А мы вообще маленькие Куты такие Первый раз я вообще была На таком помосте И в Швейцарии Были соревнования Я помню Мы заходим на опробование Были неполные трибуны Были люди Но неполные Я тогда помню Я уже офигела Я вот так пришла Каждый день была Просто вся трибуна забита Вся Просто неощутимо Вот это Ты стоишь Один На помосте И ты просто Все на тебя смотрят Ну прям адреналинчик Такой Вот поэтому я скучаю Да По адреналинчику Соскучилась По большим соревнованиям Вот по большим соревнованиям Потому что Где много народа За тебя болеет Да Только спортсмены Вот поймут Вот это чувство Которое Когда ты выходишь Вот На чемпионаты Европы Мир И вот Ты видишь вот это все И у тебя просто Ты как будто сверх становишься Сверх Даже что ты не можешь Ты готов это сделать Но ты любила выступать Тебе нравилось Да Я понимаю Я понимаю Что мне нравится выступать А для этого нужно тренироваться А для этого нужно тренироваться Все к этому сводится А вот Ну и чемпионат мира Там уже позрослеем Уже 16 лет Повзрослеем Я считала себя взрослой Я считала себя взрослой Тогда А сейчас кажется Да Хотя два года прошло Но все равно кажется Что маленькая Тогда тоже Тогда уровень ответственности Повысился На 200% Уже основной состав Чемпионата мира Но тогда же были Не командные Да Это был личный год Эти соревнования Самые вообще топовые В моей жизни были Там такие эмоции Ты получаешь, конечно Как мы жили Я с Настей Ленковой Жила, помню Я всегда ее выпирала гулять А у нее спина болела У меня тоже болела спина Я хотела гулять Так этому Блин, я в Канаде Почему я должна лежать С него, блин Я не изменится мой подход Потому что я полежу Или я погуляю Посмотрю страну Я всех вызывала гулять А все такие Мне надо сосредоточиться Я не могу Я такая Ну ладно Я одна ходила гулять Когда Настя не могла Я не вижу в этом проблемы Наоборот развеяться Наоборот Когда ты побываешь в Канаде еще? А вот какая тебе страна Из всех которых ты была Именно запомнилась Куда бы ты хотела вернуться? В Швейцарию В Швейцарию Ну именно как страна Не то, что там что-то было Да, именно в Швейцарию В Японию однозначно Ты тренируешься на сборе Дома Расскажи обстановку Мне кажется, женский коллектив Эта штука опасная Ты приехала на базу Вот допустим там тренер накричал Ты пойдешь, чтобы Тебе же тоже нужно как-то вот Блин, вот он накричал там, грубо говоря Кому ты можешь это сказать? На базе вообще жестко Сейчас особенно никому Вот когда мы с тобой жили Ну это прям Вдвоем было полегче Это намного легче было Потому что я Никому не могу ничего такое сказать В будущем Ты вообще видишь себя Тренером, может? Тренером я быть не хочу И не буду Ну буду на разряде Маленьких детей потренировать По началу По началу А кем тогда ты пойдешь, если не тренером? Я думаю, что я буду связывать с фитнесом Вот, буду также тренировать на фитнесе Может быть здесь малышей А у тебя есть какие-то мотивирующие слова тебя? Которые вот ты такая устала Вот все, не буду ничего делать А потом нет ли она там цитату какую-то Может какие-то слова Ну в данный момент Так как у меня сложилось Такие обстоятельства в жизни Операция, которая перекрыла все, что можно То я себе говорю Ради чего ты вернулась То есть когда мне вообще не хочется Я понимаю, что, блин, ну все Я уже опоздала Долго восстанавливаюсь и так далее Хотя бы просто нужно до конца довести То, зачем ты вернулась В жизни Что не делается все к лучшему Понятно Мне кажется В этой фразе есть какая-то надежда Что не делается все к лучшему А вот хотела бы ты что-то поменять Может в прошлом Что-то изменить Не связано даже с спортом Я бы хотела Ближе быть к семье Ну я, да, но я не знаю В какой момент это надо было измениться Просто я считаю, что это совокупность вещей Обстоятельств И мой первый тренер Который жестко морально давил на меня Я, мой характер Твое сердце сейчас занято? Нет Оно свободно Оно, да Ну ты такая спортсменка Комсомолка, как говорится Красавица, умница Неужели никого нету Кто запланировал Кто украл твое сердце? Нет Ну значит найдется еще Да, найдется Сердце открыто Оно свободно Из детства я не могу вспомнить ничего Кроме тренировок У всех какое-то воспоминание Там в саду бегали Там в песочнице копались Там помню, что так это сделала Я ничего не помню Кроме тренировок Вообще ничего Вот зал Это, наверное, у многих же спортсменов Да, я соглашусь У многих спортсменов такое Получается, я ходила утром в школу В школе была Потом на тренировке Приходила домой Делала уроки Ложила спать И вот такой вот круговорот был Потом, когда уроки уже не 4 урока А 6 И ты утром говоришь Мам, пока И приходишь вечером Говоришь, мам, привет Спокойной ночи Когда на меня в школе давят Ну, получается, учителя все равно Потом на тренировке Мой первый тренер давил Очень сильно морально Почему ты в детстве не могла сказать мам? Я не знаю Меня бывает так Так наругают в детстве И как только меня не назовут Я думала, кстати, сейчас Если бы я рассказывала бы все Я бы уже, может быть, и не занималась Я не знаю У меня были такие мысли Что зачем расстраивать родителей? Зачем я вот маму буду расстраивать? Зачем я ей буду говорить Ну, что у меня все плохо? Зачем? Я всегда, я помню Там, меня могли выгнать с тренировки Мама меня забирает Вот эта вот стандартная ситуация Мама меня забирает Садимся в машину Мама спрашивает Длянусь, как дела? Я говорю Нормально Каждый божий день Хорошо я тренировалась Плохо Мама меня спрашивает Как дела? Нормально Я помню тоже после тренировки Я плакала Очень сильно плакала И я кому-то говорила То есть у меня всегда был какой-то Невидимый друг То есть я вот это все выговаривала И говорила Вот я скажу маме Вот так вот Я приду сейчас точно Это я помню Точно расскажу все Точно-точно все Я вот все рассказываю Я сажусь в машину И все И мне нечего рассказать Потому что у меня в голове уже Что я рассказала это Потом начались сборы Лет в 11 Во сколько мы начали ездить Там мы сами уже Все сами Где надо и самой поесть Самой вещи постирать Самой решить проблему Потому что рядом мамы с папой нету А тренеру ты не все скажешь Ну хотя у нас же хорошие тренера Которые нам помогали Сколько спичек в спичечном коробке? 20 запомнила у Тани Спешат облака До неба Кошка или собака? Кошка Россия или Европа? Россия Любимый торт? Телесу О, замок с проведением или подземный лабиринт? Подземный лабиринт Пончик или блинчик? Блинчик С изгущенкой или шоколадом? С изгущенкой Фильм или книга? Книга Сериал или книга? Книга Сериал или фильм? Фильм Сок или газировка? Сок Любимая животная? Дельфин, лемур, буль... Сова Долго ты думала Как зовут твоего кота? Пася Каким видом магии вы обладаете? Телепат... Взгляд Телепатический взгляд Свет или тьма? Свет Какой стихии ты себя бы отнесла? Огонь Огонь Брусья или бревно? Брусья Брусья или прыжок? Брусья Бревно или больное? Сложно Бревно Что числее килограмм гвоздей или килограмм ваты? Одинаково Почему утки плавают? По воде Ну вот и все Это было интервью со мной Надеюсь было интересным Надеюсь вы что-то узнали обо мне нового Если хотите узнать Лерку поближе Которая с ним задает вопросы То мы спросим может быть у нее В следующий раз интервью Всем спасибо за просмотр И всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok